Мы можем начинать, и тогда давайте старт дадим нашей встрече. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, доброе утро еще раз. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый зам исполнительного директора Ассоциации Менеджеров. Мы продолжаем серию эфиров, серию встреч, которые назвали Кризис Лаб, вернее, назвали мы Кризис Лаб в такой формат уже давно, когда у нас появился коронавирус, когда был локдаун, и мы были в зоне неопределенности. Но, как в известном анекдоте, мы думали, что это была черная полоса, а это была белая полоса. И сейчас, конечно, каждый из нас ищет какой-то опоры, каких-то знаний, какой-то информации, которая поможет ему принять правильное решение, ведь мы ответственны не только за себя и свои семьи, но и за своих работников, поэтому останавливаться нельзя, а вот нужна информация. Поэтому мы обратились с приглашением с нами встретиться к одному из самых видных российских экономистов, Олегу Витальевичу Куклемешеву. Олег Витальевич является директором Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ имени Ломоносова и президентом Ассоциации независимых центров экономического анализа. Здравствуйте, Олег Витальевич, доброе утро. Здравствуйте. Да, вопрос, наверное, банальный. Что нас ждет, что ждет российскую экономику? Хорошо. Давайте я немножко поговорю. Я думаю, что вопросы какие-никакие будут. Сначала некое вступительное слово. Я в последние дни, наверное, довольно часто произношу подобные речи и выступаю перед аналогичными сообществами людей. И мне кажется, важным тут предпринять вас о следующем. Во-первых, я экономист. Я не претендую на роль политолога, политика или кого-то там еще. Весь мой опыт работы в государственных структурах закончился уже 18 лет тому назад. Поэтому я не знаю, не имею никакой эксклюзивной или какой-либо еще информации о том, что реально происходит сегодня в государственных структурах. И мои инсайты в данном смысле очень ограничены. Второе, что я хотел сказать, да, я буду говорить о вещах, которые, в общем, публично известны, понятны большинству профессиональных экономистов. И ровно поэтому я вместе с другими экономистами подписал известное обращение, которое призывает к скорейшему прекращению боевых действий. Тому, чтобы мы занялись, наконец, своими важнейшими вопросами, которыми не занимались, к сожалению, долгие годы. И третий, так что моя общественная позиция, гражданская позиция, если угодно, такая, она в этом обращении отражена. И поэтому полгода, я думаю, тоже вопросы задавать бессмысленно. Я эту позицию четко выразил и ее придерживаюсь. Третий, да, поскольку я выражаю эту позицию, я в данном случае выступаю в личном качестве. И ни Ассоциация независимых центров экономического анализа, ни мой факультет не являются в данном случае ответственным за то, что я сегодня буду говорить. Ну, говорить я буду на самом деле довольно печальные вещи. Это последний, наверное, мой комментарий. Знаете, Бродский как-то сказал, что если что-то становится невыносимым, нужно брать тоном выше. Вот я попробую в этих обстоятельствах взять тоном выше и показать некую широкую картинку происходящую. Я думаю, что она поможет понять, куда мы движемся, что это такое и сколько это все продлится. Собственно, поэтому давайте я покажу сейчас презентацию. Я ее набросал. Люди все профессиональные. Я достаточно быстро попробую прокрутить слайды, которые я подготовил. Российская экономика и ее перспективы в трех сюжетах. Сюжет первый – российская экономика на фоне мировой. Мы привыкли себя сравнивать, сопоставлять с окружающим миром. И в этом смысле очень важно понимать, как мы выглядели на фоне окружающего мира в последние годы, куда мы шли в широком смысле этого слова и, собственно, куда пришли на начало 2022 года или на конец 2021. Некоторые датируют кризис гораздо более ранним временем. Но вот та картинка, которую вы все хорошо знаете, это траектория развития российской экономики, темпы ее роста, темпы роста российского УВП и темпы роста мирового УВП. Есть три отчетливых периода в новейшей российской истории. Первый период – это такой, вы видите, красная линия – это Россия, постсоветский спад, трансформация и глубокое падение того, что называлось одной из крупнейших мировых экономик, ее структуризация и переход от такой вот мобилизационно-административной экономики к чему-то куда более нормальному. Когда сегодняшнюю экономику сравнивают с советской, то очень часто используют объемные показатели. Мне кажется, объемные показатели использовать не следует. Это абсолютно неправильно. Я чуть попозже к этому вернусь, сделав короткий исторический экскурс. Но факт тот, что была такая серьезная трансформация советской экономики в нормальную. Вторая часть – это после дефолта 1998 года, то, что произошло, российская экономика начала бурно расти. Причем росла она сначала без поддержки нефти. Люди сразу скажут, что вот эти коричневые столбики, которые означают превышение темп роста российской экономики над мировыми. Ничего подобного. Нех начала расти для тех, кто это плохо запомнил. В 2004 году только. И 60-80 – это все уже там 5-6 и последующий год. Я участвовал в составлении бюджета на 2004 год. Очень хорошо помню, что он составлялся из расчета 18 долларов за баррель. То есть в начале этого периода российская экономика росла благодаря проводившейся туда преобразованиям достаточно активно. А во второй части этого периода, когда преобразования были остановлены, речь пошла уже о поддержке, полной поддержке нефтяного фактора. И нефть тоже включилась в экономический рост. И все это продолжалось до кризиса 2008 года, когда российская экономика обрушилась. Обрушилась больше, чем мировая. Это тоже видно на графике. А после этого пыталась какое-то время расти. Но хорошо это уже не получилось. И после трех лет, и после того, что произошло с Крымом в 2014 году, она обрушилась уже не столько в спад, сколько в период очередного отставания от мировых темпов экономического роста. Единственное исключение – это 2020 год. Как ни странно, когда мы упали меньше, чем мировая экономика. И то, что мы наблюдаем сейчас, даже до последнего кризиса, это было опять отставание от темпов роста мировой экономики. И более того, в прогнозах правительства, несмотря на все указания, которые им давали, они записали цифру, которая, в принципе, отстает от мировых темпов роста. Это первое, что я хотел сказать. То есть третий период – это период такой перехода российской экономики в стагнацию. И стагнация, которая наступила еще до известных событий. Следующий сюжет – это соотношение российской экономики с мировой. Синяя черта – это доля России в мировом хозяйстве. По паритету покупательной способности для тех, кто не является профессиональным экономистом, я поясню, что в странах, которые менее развиты, внутренние цены очень часто уступают таким мировым. И поэтому ВВП таких стран при международных составлениях принято корректировать, увеличивать несколько цены тех товаров и услуг, которые не выходят на мировой рынок, и тем самым пересчитывать эту экономику с чуть более приличными показателями. Вот российская экономика через паритет покупательной способности на сегодняшний момент – это 3% мировых. И мы с вами видим, что после 2008 года мы фактически неуклонно теряли вот это самое место. И на процентные пункты в мировом ВВП мы уже с вами потеряли. С другой стороны, благосостояние, то есть красная черта – это производимый продукт в расчете на душу населения, он достаточно стабильно рос. И опять же, после срыва в глобальном финансовом кризисе этот раз продолжился, хотя и более медленными темпами, чем ранее. То есть, в принципе, жить становилось лучше, жить становилось веселее до последнего времени. И последняя картинка в этой серии, в этом сюжете, которая показывает реальное место российской экономики в мире, уже не по притету покупательной способности, а по рыночным курсам. То есть, по рыночным курсам пересчете на обменный курс валюты на 1 января 2022 года. Мы видим, что Россия, и вы ее с трудом найдете, это такая в правом нижнем углу, где-то чуть ниже, чем в восточное направление, на этом самом шарике. И такая средняя европейская экономика на фоне, в общем фоне, на фоне гигантов Соединенных Штатов, Китая и Японии в меньшей степени, на фоне Германии и Франции даже на уровне Европы и Великобритании. Но вот это рыночные курсы, я не хочу даже представить себе, что будет по текущему рыночному курсу, мы съежимся до вообще непонятных размеров, какой-нибудь там условной Норвегии. Это то реальное место, которое российская экономика имеет без приукрашивания на приитет покупательной способности. Сюжет второй. Российская экономика на фоне советской, потому что, опять же, как мне кажется, не совсем многие понимают, что изменилось в этой экономике за последние 25-30 лет. А изменилось вот что. Такой замечательный советский экономист, публицист Василий Селёнин, Василий Иларионов Селёнин, который в свое время сформулировал, как функционировала советская экономика. Экскаватор копает землю, добывает руду, из руды выплавляет металл, из металла делает что-то металлическое, это танки и тот же самый экскаватор, который, опять же, отправляется копать землю и добывать руду. Вот, собственно, смысл существования советской экономики был заключен вот в этом цикле. Цикле постоянного вращения, достижения все больших показателей на полу, стали чугуна, добычи угля и так далее. То есть, очевидно, утяжеление всего, что производилось. Ну и тут в бок уходят танки, этого у Селёнина, в Селёнинской схеме этого не было, но совершенно очевидно, что Советский Союз, который закончил свое существование, на каких, примерно, 70 тысяч танков, которые потом долго гнили на местах своих стоянок, вот был таким мощным, мощной военной державой и державой, которая вот кружилась по этому циклу, при том, что люди, их уровень жизни был вторичен, и, строго говоря, развитие экономики это сдерживали только ресурсы. Ресурсы природные, ресурсы человеческие, количество рабочей силы, и до этой экономики больше ресурсов, она произвела бы, наверное, больше штанг, выкопала бы больше роды и добыла бы всего остального, чтобы вот этот цикл неуклонно продолжался и показывал все большее увеличение цифр, таких вот этих условных цифр и параметра. Теперь вот что, что произошло в российское время. Тут примерно те же самые значки, но они уменьшились. Выяснилось, что ограничителем, реальным ограничителем развития нормальной экономики являются не ресурсы, а платежеспособные спросы. И ясно, что в рамках вот этого платежеспособного спроса внутри страны такого спроса на руду, на эскалаторы и, соответственно, всю прочую продукцию не предъявлялось. И выяснилось, что гораздо выгоднее эту руду, вместо того, чтобы переплавлять ее в стали и изготавливать из нее танки, отправлять на экспорт. А кроме этого, начать производить какие-то другие вещи и замещать внутри технологических цепочек что-то на импорт. То, что плохо производилось в Советском Союзе на плохих технологиях с избыточным потреблением ресурсов, стало активно замещаться импортом. В то время как продукция недр, плоды недр и продукция первого передела стала отправляться на экспорт, и страна стала жить в общем-то таком модуще, когда ее основное значение для мировой экономики составляло вот эту самую экспортную составляющую, а то, что не хватало и то, что выпадало из прочих технологических цепочек благодаря обрыванию вот этого цикла, ясно, что ни металл, ни руда на внутренний рынок таких количеств больше были не нужны, и даже производство танков сократилось в 10 раз. Если Советский Союз лучшие годы производил порядка 3-4 тысяч танков в год, то сегодня мы производим порядка 300 танков. И слава Богу, потому что, несмотря ни на что, Россия по-прежнему опережает, по-моему, все. Все страны НАТО вместе взятые опережало, опять же, до недавнего времени, опережало все страны НАТО вместе взятые по количеству танков. То есть с танками это что-то у нас... Национальная особенность, наверное, без танков никак нельзя. Но, еще раз повторю, в 10 раз больше. Ну и, естественно, сократилось машиностроительное производство, которое оказалось в таких условиях особо ненужным, вот это утяжеление. Ну и экономика стала развиваться совершенно иначе. Люди получили деньги, люди этими деньгами стали, по сути, руководить, вместо Госплана руководить тем, что производится. И спросовые каналы, наконец, заработали. И с этим был связан такой глубокий трансформационный спад, который приключился в 90-е годы. Ну и в этом сюжете последний слайд. Есть такой индикатор экономической сложности, который показывает, насколько сложный агрегат продуктов вы производите. Это рейтинг, это не... Хотя, конечно, там есть более подробные расчеты, но и видно, что Россия в этом самом рейтинге занимает места, прямо скажем, не самые передовые. И вот колебания этого рейтинга как раз отражают то, что мы не можем делать многих современных вещей. И сейчас мы с этим с вами уже сталкиваемся и будем все активнее сталкиваться с каждым днем. Что во многих вещах, где мы даже не подразумевали, присутствуют маленькие незначимые импортные комплектующие, товары и услуги, которых не видно, но которые там зримо есть. И по мере того, как эти составляющие будут изнашиваться, как будет останавливаться программное обеспечение, обновляться или не обновляться при тех и иных условиях. Все это, конечно, безусловно, можно и просто заместить. Вопрос у меня, какой возникает в этой связи, скажите, пожалуйста, почему это не было сделано в гораздо более благоприятных условиях? Соответственно, почему это будет сделано сейчас? Вот что в отсутствии ресурсов, в отсутствии производственных цепочек, зарубежных инвестиций и так далее. Почему это вдруг начнет работать сейчас, то, что не заработало раньше? Ответа на этот вопрос у меня нет. Если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста, я с большим интересом это узнаю. Вот то, где наша экономика находится реально в современном мире, мне кажется, эта картинка изображает наилучшим образом. Третий же вопрос. Российская экономика как часть мировой. Чем мы вообще нужны? Чем мы нужны в мировой экономике? Что мы для нее делаем? Что мы в ней значим? Этот график, он, в принципе, такой, достаточно популярный. Он расходится в последние дни. Да, плотиноиды. По плотиноидам большая достаточно доля. По различным металлам, по зерну масличным, ну и, естественно, энергоносители, нефть, газ, уголь. Но, опять же, вот если посмотреть внимательно на этот график, то доля глобального производства, наша экспорт как доля глобального производства, ну, в общем, большой, но не запредельно большой. Тем более, обращаю ваше внимание, что и нефть, и газ, и так собирались наши зарубежные партнеры, большинство их, по крайней мере, чем-то замещать. Энергопереход. Все эти слова, безусловно, знают. И если есть какое-то позитивное вследствие происходящих ныне событий, так это ускорение энергоперехода. То есть мир гораздо более высокими темпами пойдет туда, куда он и так собирался идти, а именно сжигать меньше углеводородов и переходить, по возможности, на какие-то другие источники энергии. Ну и вот то, что произошло с ценами на вот эти, некоторые из этих базовых товаров, на графике справа изображено. Да, есть драматический прирост цены, но рыночная экономика темой отличается, что если вы зажимаете что-то, идет рост цены, потом где-то возникает альтернативное предложение, где-то начинает перерабатывать лом. Очень красивая иллюстрация была, когда Китайская Народная Республика попыталась зажимать экспорт редкоземельных материалов, металлов, которые, ну, в общем, сами понимаете, в любой электронике сейчас занимают видное место. Очень быстро, как только цены на мировом рынке. Цена же – это сигнал. Цены пошли вверх и стали отрабатывать отвалы, стали расконсервировать шахты, которые они были законсервированы в силу просто того, что их не выгодно было разрабатывать. И сразу Китай увидел, что даже по таким редким, как редкоземельные металлы, ценностям уж извините за игру слов, даже по таким товарам не удастся устроить глобальные монополии. И поэтому попытки устроить картель из куда более распространенных товарных ценностей, они тоже на мой вкус обречены. Теперь о платежном балансе. Российская экономика – это действительно часть мировой. Это хорошо видно на данном слайде. Ее можно представить себе как такую машинку, которая благодаря в основном нашим недрам зарабатывает в больших объемах иностранную валюту. Это серые столбики как раз сальдо текущего счета. Если выбросить всякие мелочи, то это по большому счету тот прирост, который мы зарабатываем благодаря нефтегазовому экспорту и неэкспорту от некоторого другого, в меньшей степени первичного сырья и продуктов его обработки. Прошлый год у нас сальдо текущего счета, то есть та валюта, которая по каналу торговому и зарплатному и продуктов инвестиций, она впервые достигла 120 миллиардов. Долларов – это рекордный показатель. То есть мы дали миру всего разного на 120 миллиардов, и 120 миллиардов пришли в страну. Как мы эти 120 миллиардов использовали? Часть из них легла в резервы, потому что резервы – это балансирующие статьи, а часть утекла, как это делалось долгие годы, в основном после 2008 года, но в особенности тоже и после 2014. У нас каждый год ток частного капитала, я обращаю внимание, что это именно частный капитал, то есть приобретаются иностранные ценные бумаги, средства в той или иной степени, даже просто перевод денег иностранной валюты – это тоже вывоз капитала. Вот вывоз капитала в таких крупных масштабах у нас и происходит. Больше вывезем сырья, больше вывезем и капитала. В идеале, наверное, российская экономика должна была работать нечто вроде в образце 2004-2005-2006 годов, когда вы не просто зарабатываете это положительное сальдо, но еще на него получаете и приток иностранных инвестиций, и возврат собственного капитала вообще на применение этих средств на других странах. Ну вот последние годы моделька такая. Я затрудняюсь сказать, что происходило в последние месяцы, но подозреваю, что ничего хорошего не происходило, и то, что сейчас ускоренная утечка капитала продолжается, несмотря на все усилия «Усилия, предпринимаемые Центральным банком, непоследовательно, медленно и по большому счету бесполезны». Мой товарищ Сергей Алексашенко, как-то мы с ним вместе сидели на каком-то рауте, и ему задали вопрос по поводу того, насколько, в принципе, могут работать ограничения на движение капитала. Ответил вопрос. Вы знаете, я был первым заместителем председателя Центрального банка. На капитале контроль не работает. Больше я ничего не хочу даже комментировать. Контроль за движением капитала, особенно в современном мире, когда появились двери в новые порталы, вы их прекрасно, я думаю, знаете. Вот эти двери в новые порталы только подчеркивают то, что контроль за движением капитала не работает без обрушения каких-то важных экономических конструкций. И в этом смысле тоже остановка модели, нынешней модели работы российской экономики, она весьма и весьма важна по той простой причине, что, как по свидетельству Блумберг, еще на сегодняшний момент блокировано примерно 70% экспорта российской нефти. Ну, вот это такой значимый показатель. Каждый может его так во рту посмаковать, но, видимо, картинка в ближайшее время, скорее всего, не улучшена. Самый ближайший день, по крайней мере. Это то, что произошло с российскими резервами. Вчера один из известных экономистов, Бранко Миланович, написал у себя в Твиттере, что, ну, как же так, вы собирались предпринимать какие-то страшные действия на внешних рынках, и при этом не подумали о том, что ваши резервы могут быть арестованы. По оценке Бранко, не 300 миллиардов из 600 с таким трудом накопленных, выжатых из стран, я даже так сказал, миллиардов долларов, из них арестовано не 300, а гораздо больше. Реально. И он считает, что под триллион российских активов, может быть, долларов, может оказаться арестованным в нынешних условиях. И просто изумляется такой непредусмотрительности, непрофессионализму тех, кто в России занимается экономическими вопросами и осуществляет какое-никакое экономическое планирование. У меня тоже особых комментариев на этот счет нет. Я не могу сказать, что происходит, поскольку достоверная статистика отсутствует. Статистически мы сейчас живем еще в предыдущем мире. Публикуются оценки, вернее, не оценки уже, а показатели инфляции за февраль. В то время как мы уже все живем показатели безработицы за февраль. Вот все это такие, свет умерших звезд, это все никакого значения не имеет. И когда поступит правдивая, точная статистика, ну, честно говоря, не совсем понятно, о происходящем можно только делать вот подобного рода оценки, спекулировать на эту тему, я особо сильно не хочу. Еще один, мне кажется, важный сюжет, потому что в условиях, когда валютный курс просто отсутствует, в сегодняшних условиях российский валютный курс, поскольку рынка нет, нет и валютного курса. Это индекс Биг Мака, страны, каждая красная точка – это страна, и показывает этот индекс, насколько по стоимости бургера, который вроде как во всех странах одинаковый, локальные цены просто сравниваются с ценой в долларах США, и на этой основе можно оценить, насколько локальная валюта недооценена или переоценена по сравнению с долларом. Мы, наверное, последний раз попали в этот рейтинг. Я специально выделил, что январь, как известно, Макдональдс, как франшиза в России, закрылся. Некоторые рестораны продолжат работать, поскольку бизнес там, наверное, какой-никакой сохраняется. Но это будет уже другой Биг Мак, несомненно, с другими качественными, скорее всего, характеристиками. И поэтому это последнее такое свидетельство. Я обращаю внимание, что это не февраль, что это еще январь. Вот если, я думаю, что многие из вас уже догадались, где та точка, которая обозначает Россию, это самая нижняя точка этого графика. То есть до известных событий российская валюта была недооценена, ну, там порядка 60%, что-то типа того, по индексу Биг Мака. То есть вот куда мы пришли еще до того, что началось. Где мы сейчас, я затрудняюсь вообще сформулировать. А что такое доллар? Доллар – это, ну, как обменный курс национальной валюты, это ваша покупательная способность по отношению к импортным товарам, импортным услугам и всему такому прочему. Вот эту картинку, мне кажется, тоже имеет смысл вспоминать, когда речь идет о том, что из себя сегодня представляет российская экономика и что она может производить или начать производить в ближайшие месяцы. А это мой последний слайд. Все прекрасно знают, что соотношение цен смеси Brent и смеси Eurals, нашей национальной смеси, оно так вот, как правило, отрицательное. Eurals стоит чуть-чуть дешевле, чем Brent, это связано с технологическими, логистическими, транспортными, там, в целом рядом соображений. Вот то, в какой точке мы сегодня находимся, да, вот то, насколько Eurals стал дешевле Brent, отражает, конечно же, не рынок, это отражает нежелание зарубежных контрагентов брать ту нефтяную смесь, которую они раньше с таким успехом брали, и она в их глазах, в глазах не западных правительств, в глазах не каких-то страшных центров силы, которые сидят и прописывают санкции, она в глазах обычного бизнеса, обычных людей превратилась в токсичную. российская Eurals, и я уже сказал об этом вчера в одном из интервью, что немецкий бюргер, поднося шланг заправочный к своему автомобилю, сейчас думает о городе Харьков. Он не думает о... Понимает, что он заправляет преимущественно российскую нефть, и думает, что он финансирует то, что произошло в городе Харьков. Собственно, у меня все. Это такая, может быть, не очень веселая картина, но я... У нас, Олег Витальевич, веселого, да, и вокруг мало-то, на самом деле. Да, мы, конечно, видим все это. Я готов ответить на вопросы, и поэтому желаю нам всем мужества и понимания, и движения в правильном направлении. Вот что я хочу сказать. Да, Олег Витальевич, очевидно, что многие из моих вопросов, которые сейчас позвучат, они не имеют точного ответа, пока идет активная фаза боевых действий, и очевидно, что все заинтересованы, чтобы это все скорее завершилось хотя бы в такой острой фазе. Но вот при благоприятном сценарии российскую экономику насколько это затронет по времени? Два-три года, как сейчас часто говорят, или эффект может быть значительным? Боюсь, что нет. Боюсь, что не два-три года. Боюсь, что все это продлится гораздо дольше. И каждый день продолжение военной операции отбрасывает нас, скажем так, на год назад. Сегодня я видел оценки поколения. Да, поколение, то есть 25 лет. Кто-то говорит уже про 100 лет отброшено. Российская экономика назад. И вот это, к сожалению, совершенно реалистичные оценки. При всем при этом, знаете, мудрый человек Стэнли Фишер, бывший руководитель, первый заместитель руководителя Международного валютного фонда, как-то сказал следующую вещь, что российская экономика никогда не так хороша, как она выглядит, никогда не так плоха, как она выглядит. Вот я сегодня часто вспоминаю, вообще на протяжении своей профессиональной карьеры, я часто вспоминаю эти мудрые слова замечательного экономиста и международного деятеля. Вот как ни странно, если мы сохраняем основы рыночной экономики, мы можем достаточно быстро воспрять. Но моральный удар, удар, который наносится по всем остальным основам существования общества, цивилизации, он будет гораздо тяжелее, чем даже удар, который наносится по российской экономике. Олег Витальевич, вот вспоминая нашу историю, и такие драматичные моменты, как большевистский переворот, как последующая за ним гражданская война, вспоминается период НЭПа. Вот сейчас на фоне того, что объявляют какие-то беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли и так далее, вот новый НЭП, он на сколько воздействует? Ну, новый НЭП, по-моему, мы ответ уже этот получили в период самого НЭПа. Поэтому мне как-то даже странно на эту тему рассуждать, а люди, которые понесли деньги под 4% или 5% в долларах или евро валюте, да, они вам тоже с удовольствием на эту тему порассуждают о том, насколько долго продлился НЭП-2, НЭП-3 какой-то у нас по счету. Не знаю. Какие санкции наиболее серьезно отразятся на нашей экономике? У меня нет ответа на этот вопрос. Санкции сейчас действуют как, знаете... Какие санкции я могу вам ответить? Это народные санкции. Те санкции, которые сейчас не вводят правительство, ЦРУ, ФБР, то там еще МИЖЕСТ, все эти враждебные структуры, они уже не несут нам никакого ущерба. Потому что санкции сейчас вводят обычные корпорации, корпоративное сообщество коллективное, и обычные граждане зарубежных стран, которые сейчас оценивают то, что происходит, и тоже санкционируют. Нас с вами будут санкционировать еще долго. Несмотря на наши... Вне зависимости от наших взглядов, цвета кожи, наличия образования, афилиации и так далее. Если говорить про то, превратятся ли 20-е годы в новые 90-е? Гораздо хуже. Можно это хуже говорить? На мой взгляд, гораздо хуже, потому что что происходило в 90-е? Я в 90-е... Ну, как вот... Второй половине 90-х я был уже, наверное, активным участником многих процессов, которые в экономике протекали. Что было... И чем отличаются эти 90-е? Даже не от 20-х, а от нулевых, а от десятых. От десятых, в первую очередь. Да, они отличались неким оптимизмом и пониманием, что мы вот сейчас продеремся через все вот это и выйдем на какую-то светлую дорогу, и на этой светлой дороге нам ничего не будет мешать. Сейчас вот мне очень сильно не хватает такого взгляда. Я вот пытаюсь глядеть вдаль. Я вижу там из окна город Москву, там Сити, главное здание Московского университета. Но вот дальше я видеть, к сожалению, в нынешней ситуации не могу, а очень хочется увидеть там какой-то свет. Как только этот свет появится, тогда может и легче станет дышать. Олег Витальевич, вот сейчас, рассуждая про санкции, многие приводят в пример Иран, который жил под санкциями 30 лет. Вот в чем отличие этой ситуации сегодняшней от иранской модели и чему она нас может научить? Тут есть много составляющих. Духовный лидер иранской революции Айетала Хамени как-то сказал, что санкции – это божественный дар нам. И я бы очень так вот легко сопоставил это. И тут есть аналогичные высказывания и на отечественной почве. Но, в общем, этот божественный дар он привел к достаточно сильному обнищению населения, отбрасыванию иранской экономики далеко назад. Россия все-таки, на мой взгляд, пострадает сильнее. Причин тому несколько. Все-таки нас считают европейцами. Иран – это немножко другая цивилизация для тех, кто принимает решения сегодня в санкционирующих странах. Иран для них все-таки нечто чуждое. К России отношение было до сегодняшнего дня совершенно другое. И тем жестче подход, который будет исповедоваться, начиная с этого момента. Кроме того, российская экономика, она, в отличие от иранской, на мой взгляд, гораздо более диверсифицирована. В ней есть очень красивые элементы новой экономики. Но эти элементы будут тем сильнее демонтированы, потому что вы понимаете, что чем сложнее технологическая цепочка, тем больше звеньев из нее выпадет. Потому что развивать какие-то индустрии в рамках одной страны, как это делал Советский Союз, я не вижу возможности для этого в условиях современной российской экономики. Вот такие возможности нет. Мы схлопнемся еще куда-то там до каких-то элементарных цепочек, произвести продукцию, распределить ее между людьми, но и какие-то элементарные вещи, которые эта экономика будет по-прежнему производить с огромным оттоком человеческого капитала. Вот это та проблема, которая уже, она очевидна, она оптически, она кожей чувствуется, что люди начали убегать. И опять же, чем дольше это продолжается, тем больше людей никогда сюда не вернутся. Олег Витальевич, если говорить про меры поддержки, которые вот сейчас анонсируются российскими властями, насколько они могут быть эффективны, или каких мер поддержки, которые вот сейчас обсуждаются, на ваш взгляд, явно недостаточно? У меня такой, может быть, довольно резкий взгляд на эти все вещи. Я думаю, что все эти попытки вдохнуть жизнь в то, что рассыпается, они обречены на провал. Такая пандемическая модель была принята, дадим немножко сельскому хозяйству, немножко малому бизнесу, немножко IT, немножко кому-то еще. При том, что уже речь идет не о насморке, а о гораздо более серьезной болезни. Денежными вливаниями, тем более, что источник этих денежных вливаний на сегодняшний день не совсем понятен, кроме печатного станка я не вижу такого источника. Денежные вливания всего этого возместить никак нельзя. Это вопрос, проблем другого совершенно порядка. На месте российского правительства я бы сегодня сосредоточился на просто обеспечении критической инфраструктуры, жизнеспособности, товарных цепочек, ЖКХ, транспорт. Вот те вещи, которые необходимо в первую очередь поддерживать. Но это помимо того, что то, что сегодня происходит в соседней стране, в Западу от нас, гораздо больше влияет на состояние российского рынка, чем то, что делает российское правительство. Олег Витальевич, много уже кризисов наблюдали. Конечно, они не идут ни в какое сравнение с тем, что сейчас происходит. Но, тем не менее, может быть, есть какие-то универсальные рецепты, советы, как вот это нелегкое время компаниям преодолеть? Компания, по-моему, гораздо лучше меня знают. Я не вправе советовать что-то людям, которые наиболее профессиональны в своем бизнесе и видят, опять же, и слабые места, и те звенья, которые они могут заместить, и те звенья, которые они заместить не могут. И я вижу, как компании реагируют, и то, что сегодня делают зарубежные компании, это лишь отчасти такая моральная демонстрация, а в другой части это просто непонимание, как в таких условиях вести бизнес. Наверное, лучшим выходом является приостановка деятельности на какое-то время. Хотя вот генеральная прокуратура у нас сегодня решила построить новую экономику, это тоже будет интересно посмотреть, как эта новая экономика будет выглядеть. У меня просто нет в данном случае особенных далеко идущих рекомендаций. Люди сами все знают, люди сами все чувствуют, люди сами понимают все гораздо лучше, чем головы с экрана. В том числе моя. Олег Григорьевич, вот если мы сейчас говорили про некие рецепты для бизнеса, то можно ли дать вот такие рецепты для личных домохозяйств, для каждого из нас, кто сейчас планирует свою карьеру, свой бюджет и так далее и тому подобное. Может быть, можно здесь что-то посоветовать? Это очень сложный вопрос. Для нынешней ситуации действуют все рецепты обычные, которые связаны с антикризисным поведением. Убрать лишние расходы, сделать запас того, что вам кажется физически будет недоступным. В первую очередь лекарства. Избегать паники, шараханий и думать о том, какие навыки трудовые, какие-то еще таланты могут быть востребованы причем не только в Российской Федерации, но и в каких-то других странах. Вот об этом нужно сейчас серьезно задумываться и понимание этого, я думаю, что тоже важный защитный механизм, что я человек, я умею делать вот это и вот это. У меня есть такие-то таланты, я буду выживать вот таким-то образом. это все то, что наши люди, к сожалению, слишком хорошо умеют. Олег Викторович, спасибо огромное, что сегодня нашли время присоединиться к нашему эфиру, поделились такой важной информацией, которая, я уверен, даст нам почву для размышлений, потому что сейчас, конечно, информации актуальной, правдивой очень не хватает. это много, не хочу слово фейк использовать, но много просто недостоверной такой поверхностной информации. И спасибо, нам было очень важно поговорить с вами на эту тему и увидеть ваши взгляды на происходящее. Спасибо большое, ну и все вместе, конечно, будем надеяться, что как можно скорее все это закончится. Спасибо большое, уважаемый Олег Витальевич, хорошего вам дня и до новых встреч на площадке Ассоциации менеджеров. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо.